12 выводов из книги «Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин». Ты можешь сам управлять своим счастьем. Это не так просто, но сейчас ты всему научишься. Тебе помогут 12 полезных выводов, которые я собрал из книги «Гормоны счастья». Как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Ее автор Ларета Грациана Бройнинг дает простые, но эффективные рекомендации о том, как влиять на свои гормоны счастья. Ну а я по традиции выбрал для тебя самый сок, который ты сможешь прослушать всего за 5 минут. Из чего состоит счастье? Оно зависит от четвертых нейрохимических веществ. Это дофамин, эндорфин, окситоцин и серотонин. Все вместе они и делают нас счастливыми, но мало кто знает, что гормоны можно будить, когда необходимо. Кстати, об этом следующий вывод. Собирай цели по кусочкам. Чтобы вызывать всплеск дофамина в организме, определись со своими целями и разбей их на микроцели. Как это работает? Представь, что ты копишь на Ферраре основная цель. Да, если копить с нуля, то никакого терпения не хватит. А если образно покупать отдельно шины, диски, руль, микроцели, ты будешь ощущать какой-то результат. Это и будет способствовать выработке дофамина, сделав тебя счастливее. Добивайся уважения. Окситоцин – это продукт доверия и уважения среди подобных. Его повышают даже лайки и одобрительные комментарии. Это важная привычка уважения среди коллег и соплеменников, сформированная эволюцией. Крутые личные результаты при работе в команде тоже повышают уровень окситоцина. А вот заслуги коллег снижают его. Следующий вывод об этом. Не сравнивай себя с другими. Когда мы терпим поражение или просто не достигаем уровня, который преодолел другой человек, начинаем грустить. Чтобы этого избежать, перестань себя с кем-то сравнивать. Прокачивай себя, не оглядываясь на соперников, тогда избежишь стресса и сэкономишь ценное время. Путь важнее результата. Как думаешь, почему многие успешные бизнесмены говорят, что процесс важнее результата? Потому что сам процесс питает дофамин. Он активно вырабатывается в процессе ожидания, но при этом сходит на нет, когда цель достигнута. Поэтому следуй своему пути и получай удовольствие. Правило 10 и минут. Фиксируй результаты и двигайся в нужном направлении даже маленькими шагами. Для этого держи две простые рекомендации из книги «Гормоны счастья». Регулярно выделяй 10 минут на вау-эффект от маленьких побед. Как? Похвали себя, достигнув микроцели. Если ты что-то постоянно откладываешь, потрать на это всего 10 минут. Бардак на столе? Не нужно вычищать его весь день. Сделай хотя бы часть. Эти несложные задачи вызовут целый всплеск гормонов счастья. Попробуй. Смехлюсспорт равно эндорфин. Как тебе такое уравнение? Позволяй себе периодически громко посмеяться, побеситься. Не сдерживай этот порыв. И давай телу физическую нагрузку. Тягать железо или подолгу делать упражнения не твое? Замени их растяжкой. Это тоже даст всплеск эндорфина. Доверие плюс объятие равно окситоцин. Еще одна полезная формула. Окситоцин напрямую влияет на повышение доверия и уменьшение страха. Поэтому, когда тебе или ты сам доверяют важное поручение или просьбу, в организме растет его уровень. Такой же эффект вызывает физическое взаимодействие с другим человеком. Например, обнимашки или массаж. Как давно тебе его делали? Может самое время записаться на сеанс? Привычки влияют на настроение. Если у тебя есть вредные привычки, остановись на минуту и подумай, с чем они связаны. Например, если ты куришь, почему тебя тянет к сигарете от малейшего стресса? Часто это просто самовнушение. Но это можно исправить. Плохие привычки – это неконтролируемые нейронные связи, которые немного заблудились. Получается, что многие действия мы совершаем просто потому, что так привыкли. Попробуй осознать это и избавиться от всего, что тянет вниз. Прекрати накручивать ожидания. Жизнь приносит радость, когда окружающая реальность превосходит наши ожидания. Но бывает и наоборот. Поэтому ты должен помнить, что при завышенных ожиданиях реальная ситуация может оказаться хуже. А если так случится, ты будешь подавлен. Не накручивай ожидания заранее. Дофамин – скряга. Мозг экономит гормон счастья для новой информации. И не хочет расходовать на одни и те же вознаграждения. Если ты будешь каждый месяц покупать один iPhone X, то не добьешься такого всплеска во второй, третий раз, как при первой покупке. Получается, что дофамин выступает в роли толчка, мотивируя достигать нечто новое. Дискомфортный сигнал. Кортизол, в отличие от остальных упомянутых гормонов, приносит боль, а не радость. Но он все-таки важен, ведь является маяком, указывающим, что ты делаешь что-то неправильно. В такие моменты остановись, проанализируй ситуацию и попробуй применить что-то из выводов выше. Надеюсь, они тебе помогут. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...